покажу вам сегодня мой любимый завтрак хлебушек из пеклан очень классный на этот раз получился из пяти разных мук потом идет значит авокадо форель горячего копчения и сверху клубничка вы не поверите какое-то классное необычное сочетание либо малинка тоже прекрасно сочетается ну а кто не хочет экспериментировать сюда я положу помидорку приятного аппетита всем привет с вами одесситка из швейцарии и сегодня мы проведем целый день в берни мы идем с милашкой моей к врачу в больницу у нас сегодня консультация расскажу вам потом подробнее чем все закончилось приехали сегодня в берн на поезде и опять таки даже в этом направлении какие-то постоянные стройки значит поезде переходит не каждые полчаса а раз в час и я не знаю как люди по-другому беру добираться если вот нам например точно так же мы приехали за час до начала термина потому что другой возможности нет вокзал они тоже строят дороги они ремонтируют и все одновременно вдруг по всей швейцарии такое впечатление что надо срочно зарыть зарыть в землю срочно нужно какой-то бюджет неужели некуда деть деньги у нас великолепные дороги великолепные вокзалы даже вот вокзал берн кто знает да зачем в него сейчас миллиарды в бухи в а для чего для какой цели столько людей пострадала от к вида вы платите какие-то пособия бедным неимущим вот этого понять конечно невозможно смотрите какой домик красивый нашла и подъездные ворота принадлежит университету берна скорее всего медицинскому так как находится рядом с больницей инцель-шпиталь значит расскажу вам в двух словах как обстоит ситуация сейчас прививками в швейцарии значит прививают конечно же по желанию никто никого не заставляет пфайзер уже закончились их держит для молодых ребят для детей потому что у пфайзера меньше побочных каких-то эффектов а взрослые поколения прививают модерны и значит остальные люди естественно кто не хочет прививаться должны везде делать тесты значит если ты летишь на самолете нужен pcr тест который стоит от 160 франков и выше а если ты едешь куда-то по европе на машине на поезде можно сделать шнель тест так называемый быстрый тест он стоит 59 франков его оплачивает страховка и я не знаю сколько можно сделать этих тестов потому что мне предстоит сейчас я хочу с детьми быстренько на два дня съездить недалеко от швейцарии а потом мы на неделю поедем еще чуть дальше опять таки все по европе пока не говорю куда все уточню на днях да пока я там со своими отпусками разберусь так вот что мы кинулись до что когда я начала искать каких аптеках делаются эти быстрые тесты так называемые бесплатные не каждая аптека его естественно делает а те которые делают они сейчас перезагружены до такого состояния что в моем районе следующая запись ближайшая 28 июля вот так вот а не знаю то ли они специально это делают чтобы люди быстренько прививались то ли они действительно так загружены потому потому что ты сделать это три минуты короче я записалась на понедельник аж в салатурне я нашла место и потом вам расскажу как все прошло на настолько ли они там загружены как стоит на сайте что прям у них все поминутно расписано вот так что сейчас конечно же пока не чувствуется какой-то дискриминации я не день моя семья еще мы не делали прививки единственное что раздражает момент когда они начинают агитировать детей подростков ссылаясь на то что хотите ходить на дискотеке хотите ходить на вечеринке прививайтесь и конечно же очень многие бегут только по этой причине его дочка моя говорит они были в лозане на какой-то там вечеринке дискотеке куда всех пускали по qr кодом и половина из молодых пришли с поддельными qr кодами их сразу же естественно повыгонялись вечеринки и обложили огромными штрафами я ни в коем случае сейчас не хочу не хочу заниматься пропагандой против прививок либо за прививок я остаюсь нейтральным в этой ситуации я уважаю мнение любого человека а а ситуация получается абсурдная если ты хочешь на эти выходные пойти на какую-то вечеринку а быстрый тест невозможно сделать так как все на месяц вперед забронировано то конечно же один раз тыкнуться второй раз наткнуться на такую ситуацию идут и делают себе прививки облегчить себе таким образом жизнь вчера смотрела в москве где-то попалась мне короткое видео что все рестораны пустые так как пускают людей тоже по qr кодом и никто не ходит и к чему это все сейчас ведет скорее всего к банкротству и закрытию ресторанов может быть власти таким образом добиваются чтоб люди побыстрее прививались но мне кажется что у меня тоже такой характер если меня что-то заставляют или принуждают то я это вдвойне не буду делать еще с большей силой не буду делать то есть у меня ночи меня именно этот вот момент сейчас напрягает почему вдруг решили вот так вот делить людей на привитых и непривитых на территории больницы тут тоже колоссальная стройка причем я помню что она началась еще пять лет назад когда катя здесь лежала в больнице и прямо у нее под окнами эта стройка шумела но они до сих пор еще не закончили и такой колоссальный размах сегодня мы идем на прием поликлиник инфекциологи там где тропическая инфекция путешествия прививочная медицина и анонимные тесты на вич ковид короче посмотрим что нам там скажет и опять таки вот несмотря на стройку огромная территория этой больнице мы уже минут 15 идем к правильному домику все подписано куда заворачивать куда идти в обход и как видите везде стройка и вот видите здесь все отмечено тридцать восемь а нам нужен шестнадцать блин вход так вот мы уже подходим к нашему корпусу инфекционной поликлинике странно что сегодня у нас здесь термин а через неделю у нас термин в детской поликлинике у инфекциолога если не спрошу зачем нам столько терминов все пришли значит что у нас здесь рейматологи и иммунологии аллергии энерем медицин инфекциологи хорай за медицин все идем тогда вчера были вчера в берне у врача с нами случилась очень неприятная ситуация об этом я сделаю сюжет уже завтра вот и конечно же было не до рассказов и поэтому рассказываю сегодня как все прошло у врача привет дорогие мои мы уже дома я расскажу вам в двух словах как прошел наш визит значит к врачу на беседу к инфекциологу в инцель-шпитале берн вы наберитесь терпения и пожалуйста не смейтесь вот я дословно расскажу как с нами беседовали что у меня сложилось впечатление что я умственно отсталая милана моя была в больнице кто не знает кто пропустил эту тему может пойти по ссылочке посмотреть на это видео она лежала в больнице три дня потому что у нее в носу раздуло вот такой вот очередной фурункул и вообще вот я все видео связанные со швейцарской медицины свела в отдельный плейлист и там вы можете посмотреть самого начала да вот особенно у милана это же все длится с октября месяца и и сколько раз мы уже были у врачей и и в каких местах у нее эти фурункулы были и вот наконец-то попали мы в больницу где вот этот нос значит под воздействием капельниц антибиотиков сильнейших прорвал конечно же они взяли мазок и естественно выписав нас домой без результатов анализом наконец-то мы получили значит визит к инфекциологу вот это предыстория значит почему-то у нас получилось два визита сначала мы идем к инфекциологу в большую в больницу в взрослую а через две недели у нас прием в детской поликлинике опять-таки на том же месте в инцель шпиталь берн и короче говоря это все я думала уточнить потому что два раза брать отгул мне конечно же никто не даст короче приходим и в поликлинику в два часа у нас прием выходит меня встречать врач ну представился он врачом значит такое как сказать темнокожий парень очень темнокожий с кучерявой головой но меня смутил его возраст ну что он приз представился именно врачом на мой взгляд ему лет 30 не больше я еще пару раз переспросила бы точно врач да 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 я врач короче ну опять таки о вот этой вот расы я возраст очень тяжело определяю может быть действительно им он и постарше выглядел но короче говоря я уже так на остороженно сижу я почему делаю акцент на вот этих вот качествах потому что когда мы ругаем швейцарскую медицину мы должны четко понимать что приходя в швейцарскую больницу люди которые там работают это не швейцарцы это какие-то приезжие из разных стран специалисты потому что отучиться на врача в швейцарии стоит безумных денег и длится это чуть ли не 15 лет и почему-то швейцарцы очень неохотно осваивают эти специальности и естественно очень много допустим в гинекологии у нас была какая-то гречанка врач этот парень какой-то там я не знаю откуда из южной африки и и так везде то есть именно врача очень много с германии из голландии чтобы это был швейцарец найти очень очень сложно поэтому ругая швейцарскую медицины в принципе там к швейцарии она никакого отношения не имеет это как бы структура до швейцарская но люди которые там работают абсолютно не являются швейцарцами в большей своей численности короче вот теперь дословно наберитесь терпения потому что реально вот так со мной разговаривали на немецком естественно короче заходим в кабинет он представился и значит к милане миланом ты сегодня попала во взрослые отделение инфекциологии шпиталя берн я очень прошу тебя не бойся и не переживай конечно же ты наверное задаешься вопросом что я здесь делаю ведь детей обслуживают в детской больнице но ты здесь не просто так а ты здесь по очень важной причине я знаю что ты очень много перенесла за последнее время что начиная с осени у тебя очень много было проблем и высыпаний на кожных покровов и даже в интимном бирай в интимных местах у тебя были ужасные последствия и и даже там тебе пришлось делать какую-то операцию короче пересказывает весь наш анамнез но сейчас ты попала наконец-то в хорошие руки и мы наконец-то нашли причину всех твоих недугов и именно по этой причине мы вызвали тебя сегодня сюда и и именно я здесь для того чтобы объяснить тебе всю ситуацию а также все течение процедур которые мы выбрали для тебя и я тебе сейчас все расскажу самое главное не бойся не переживай ничего страшного в этом нет просто нацелься на то что ты будешь работать вместе с нами в одной команде и только тогда мы все вместе поборем этот недуг и только тогда мы сделаем так чтобы больше этого не повторялось ты согласна со мной до согласна причем я это рассказываю быстро а это все длится уже пять минут я понимаю что таким образом может быть он часы себе надо час выбрать в консультации это было просто уже смешно и главное что перебить его невозможно он так вот это все рассказывает я уже думаю когда он уже начнет давай уже быстрее к тем ближе к теме короче опять второй был заход значит когда ты попала в больницу у тебя в носу раздуло прыщик мы сделали мазок послали в лаборатории ты же знаешь в лаборатории работают очень важные люди очень умные люди именно в лаборатории находят все причины заболеваний именно от их работы зависит будущее и вообще здоровье каждого человека да мы это знаем и что и вот именно там они нашли причину твоего заболевания причину что же вы же вызывает бесконечные фурункулы у тебя на лице но ты главное не переживай и главное не бойся мы вместе поборем этот недуг короче в итоге я уже ускорю процесс значит в этом мазке который они взяли из носа обнаружили стафилококк это как господи да для нас это никакая не новость уже когда она была в гинекологии когда у него раздула там огромную тоже шишку кто не видел этот сюжет тоже посмотрите по ссылочке наверху уже тогда они в мазке увидели инфекцию стафилококка и тогда когда я спросила что же мы будем делать с этим как мы это все будем лечить и тогда они мне сказали зачем это лечить это вообще абсолютно не требует никакого лечения у нас у всех на коже есть на поверхность всех всех стафилококковая инфекция а вот когда она попадает внутрь тогда начинаются проблемы и все никто нам ничего значит не давал никакого лечения на этом все закончилось так вот сейчас значит мы пришли потратили свое время я взяла специально выходной только ради того чтобы нам дали вот такой вот список значит инструкция на двух страницах что же делаем мы со стафилококковой инфекцией в швейцарии и смех и грех значит сначала милана первая ступень это мы начнем с душа я выписал тебе специальное средство как с которым ты будешь каждый день мыться в душе очень тщательно мыться никакими другими шампунями гель-душами нельзя пользоваться значит ты начинаешь с головы тщательно массируешь движениями и волосистую часть головы 60 секунд считаешь чтобы этот препарат начал действовать потом с головы начинаешь это все смывать и таким образом моешь свое тело значит я после того как ты приняла душ и высушилась полотенцем ты должна одеть чистую одежду и чистое нижнее белье а полотенце которым ты вытиралась ты должна положить в пакет итак милана ты делаешь пять дней то есть проконтролируй пожалуйста что у тебя через пять дней в пакете должно быть пять полотенец дальше ты должна каждый день менять постельное белье как только ты проснешься сразу же его собираешь и складываешь его тоже в пакет и через пять дней ты проверяешь все ли ты сделала правильно если у тебя пять постельных комплектов в этом пакете тщательно проверь ничего нельзя забыть и поле потерять теперь мы переходим ко второму пункту нашей сложной программы это нос ты берешь ватную палочку смазываешь кремом который я тебе прописал и внутри мо носа тщательно все обрабатываешь каждую ноздрю заходит одна палочка палочка должна заходить на один сантиметр в глубину и ты делаешь круговые движения пять в одну и ту же сторону только пять движений дольше не надо и вытащила взяла другую палочку засунула на один сантиметр и пять круговых движений и вытащила причем люди это не смешно это все прописано на этих двух страницах следующие следующие то есть это у нас продолжается пять дней вот эти пять волшебных дней которые поменяют нашу жизнь и разделит ее на до и после милана следующий шаг это рот ротовая полость следующим препаратом который я тебе прописал ты будешь полоскать три раза в день ротовую полость после того как ты почистишь зубы нужно подождать 30 секунд и только потом можно полоскать этим средством рот и полоскать их надо в течение пяти пяти десяти секунд лучше считай чтобы не сбиться и так ты делаешь три раза в день течение пяти дней все понятно милан ну и потом значит чтобы вы понимали это процедура называется по-немецки деколонизируем но от слова колония до колония что типа у нас инфекция где-то там засела а мы и и деколонизируем мы избавляемся от инфекции ну и потом и конечно же идет что в конце этих пяти дней надо постирать все это постельное белье при температуре минимум 60 градусов но можно 40 если вы экономите но тогда проглоти утюгом дальше каждый день естественно если есть какой-то пирсинг вот эти вот уши проколоты это все нужно вытащить и все продезинфицировать если ты пользуешься какой-то косметикой кремами это все нужно выкинуть и плюс не пользоваться никакими естественно носовыми платками только одноразовыми салфетками и тут самое важное за пять дней мы избавляемся от стафилококковой инфекции через 14 дней и через 21 день делают контрольный обштрих анализ берут не знаю где в носу в арту где нибудь берут и смотрят избавились ли мы от стафилококковой инфекции и через три и шесть месяцев точно так же все это повторяется если вдруг не избавились мы опять эти пять волшебных дней значит повторяем короче не знаю не знаю смеяться плакать горевать я знаю что у нас в роддомах заносили стафилококк да то есть это очень была серьезная инфекция его допустим у меня лично с роддома был занесен золотистый стафилококк я не знаю чем он отличается от обычного у меня было в детстве какая проблема у меня было за ушами так называемая золотуха шелушились такие корочки были оно чесалось и особенно когда я ела много сладкого вот такая вот была реакция принципе больше меня никак это все не беспокоило вот и как бы я с этим всю жизнь живу за золотистый стафилококк не знаю насколько этот диагноз опасен либо он что-то там вызывает какие-то побочные эффекты значит но страшное слово стафилококк я помню что если тебе не дай бог в роддоме ребенку занесли роддом закрывают полностью на мойку да и в нашем случае значит почему не действовали врачи нич бездействовали потому что когда допустим у него была какая-то ситуация вот они брали с глаза гной там не было стафилококк а когда значит меж промежности у него там был фурункул там был стафилококк когда она огромная так надулась и когда нас допустим посылают к врачу специалисту там через три месяца когда нет никаких видимых проблем то естественно везде где там ни в крови не в этих мазках никакого стафилококк а не было то есть они это все так объясняют что у всех он есть на коже и каким-то образом он попадает внутрь например вот ну так уже скажем да вот допустим естественно он сказал никакого разирин то есть никакого бритья волос там на ногах все это исключить можно вот при при бритье занести значит с кожи в кровь и занести эту инфекцию вот так вот чтобы вы тоже знали может быть это тоже будет кому-то полезно в детских поликлиниках в больницах есть такие вот аниматоры как клоуны которые развлекают детей пока они сидят в ожидании врача короче что мы сейчас делаем сейчас я пойду в аптеку я не могу прочитать что он там написал как обычно врачи всего мира пишут на только понятном им языке сейчас я пойду в аптеку все это куплю покажу вам что же нам прописали из завтрашнего дня мы начнем пять волшебных дней так иду в аптеку покупать лекарства 15 франков лечебные шампуньки У меня тут ждет под зонтиком. Кто тут под зонтиком притаился? Ой, какую-то уже конфетку ты тут себе уже нашла. Под зонтиком сидела. Короче, мне повезло... Да, кукушка, сейчас идем, подожди. Мне повезло, что я попала на какую-то ученицу, практикантку. И она мне, короче, выбрала медикаменты, которые похожие на те, что прописали. Потому что из тех, что прописали, из 3-2 не оплачивает страховка почему-то. И они мне подобрали замену. Короче, это идет 15-25. Подожди, Эмили, секундочку. Это идет 8-80. И это идет 12-30. Короче, это все, естественно, оплачивается страховкой. Вот эти все медикаменты. А изначально он прописал нам хлоргексидин разных процентов. Для мытья тела и для полоскания рта. И вот они нам заменили на бетадин и дросадин. Короче, вот этим вот будем избавляться в наши 5 волшебных дней от заразы. От нашей инфекции. Все, теперь иду на вокзал. Потом я вам расскажу, чем эти 5 волшебных дней закончились. Как мы избавились от стафилококка. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, у вас тоже были такие 5 волшебных дней в вашей жизни. Может быть, вы как-то по-другому лечили эту инфекцию. Просто будет интересно. Поделитесь со мной своим опытом. Желательно положительным. Через 2 недели будет у нас еще один термин. В детской поликлинике уже. Я пыталась вчера перенести термин, чтобы в один день это все сделать. Чтобы не ехать в 2 раза в такую даль. Никак не получилось. Пойдет уже Беат с Миланой. Я договорилась и сделаю, конечно же, еще одно видео. Расскажу вам, чем же это все закончилось. Я вам уже показывала вот этот наш парк. Новую площадку, которую они поставили во время карантина. Смотрите, собака идет. И вот смотрите, идет дождик. Я под зонтиком. А детки себе спокойно гуляют. Вот и здесь какой-то у них типа лагеря летнего. Какие-то поделки они делают. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что лайкаете и интересуетесь моим контентом. А мы увидимся с вами в следующем эфире. До завтра, дорогие мои.